Трубное бесплодие Рентгенотелевизионная гистеросальпингография проводится во вторую фазу менструального цикла на 18-22 день. Промедикация прогестероном в течение трех дней способствует предотвращению спазма маточно-трубных углов. При исследовании оценивают тонус маточной мускулатуры, перистальтику труб. Как правило, трубы заполняются не одновременно, но не позже двух минут после заполнения полости матки. Выход контрастного вещества в брюшную полость наблюдается от нескольких секунд до двух-трех минут после заполнения трубы. Различают два типа выхода контрастного вещества. Капельный Струйный Наиболее частое место спастического сокращения – маточно-трубный угол. Видно, что правая маточная труба не заполняется. Не торопитесь с выводом о непроходимости трубы. Спазм может пройти через две-три минуты. Задержку контрастного вещества в ампулярном отделе и более позднее его поступление в маточную трубу мы расцениваем как нарушение ее функции. Если контрастное вещество не поступает в брюшную полость в течение десяти минут, дальнейшее исследование нецелесообразно. В этих случаях необходимо через сутки произвести контрольную рентгенограмму полости малого таза. Ограниченное количество контрастного вещества брюшной полости, следы его на рентгенограмме – свидетельство частичной проходимости трубы, обусловленной органическими изменениями. Длительная облитерация ампулярного отдела трубы, повторные воспалительные процессы приводят к его значительному расширению и деформации, так называемому сакто-сальпингсу. При скоплении в таком мешке жидкости гидросальпингсе масляное контрастное вещество принимает форму множественных шариков. Таким образом, рентгенотелевизионная гистеросальпингография в сочетании с клиническими данными позволяет в большинстве случаев установить причину женского бесплодия. Бесплодие – это проблема не только брака и семьи, но и важная социальная проблема. Точный диагноз и правильное лечение позволяют добиться хороших результатов у многих женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok